правильно пора порадовать сладкоежек и каждый из них вам скажет что нет ничего лучше запаха хорошего шоколада давно устоявшаяся идеальная комбинация это молочный шоколад и арахис соленый арахис идеальная основа для сладкого шоколада изумительно у этого батончика толстый слой молочного шоколада а под ним соленый хрустящий арахис и сладкая начинка но сделать начинку из арахиса и сладкой пасты не так просто все начинается с жидкого сахара карамели кокосового масла и патоки эти ингредиенты смешивают и нагревают в течение 8 минут приготовленную начинку выливают в большую миску затем добавляют остатки которые не были использованы в предыдущей партии шоколадных батончиков остатки эти называют переработкой потому что их перерабатывают еще раз когда переработка растает и смешается с новой начинкой и и выливают на холодный железный стол начинку размешивают пока переработка не растворится и не получится однородная вязкая масса когда начинка слегка остынет ее складывают и переносят к вытягивающей машине в центре начинки делают углубления и добавляют экстракт ванили теперь в дело вступает вытягивающая машина она безостановочно вытягивает начинку в течение пяти минут благодаря этому начинка смешивается с воздухом ее консистенция становится более мягкой начинку помещают на конвейер который доставляет ее к следующему станку который смешает ее с ореховой пастой сначала механический валик раскатывает начинку тонким слоем затем насос закачивает горячую ореховую пасту из этой емкости и наносит ее ровным слоем на основу из начинки затем слои скручивают когда сверток достигает нужного диаметра его снимают и помещают на чистый слой без ореховой пасты следующий барабан раскатывает скрученный валик на чистый слой затем оба слоя скручивают помещая начинку из ореховой пасты внутрь благодаря такой сложной процедуре внутри шоколадного батончика образуется слоистая структура затем всю массу сворачивают между двумя валиками и подают на сортировочную машину она растягивает начинку из ореховой пасты в полосу по ширине шоколадного батончика следующая машина делает надрезы через каждые двенадцать с половиной сантиметров по длине шоколадного батончика затем вся помеченная полоса попадает в холодильную установку где температура держится около семи градусов по цельсию спустя пять минут начинка затвердевает на следующей ленте конвейера и и разделяют на части части попадают во вторую холодильную установку которая завершает процесс охлаждения глазировочная машина покрывает начинку шоколадом рабочие внимательно наблюдают за тем чтобы начинка располагалась по центру и с достаточными промежутками начинка проходит через горячую ванну из молочного шоколада затем сушильная машина сдувает лишнее оставляя слой шоколада толщиной в 3 миллиметра батончики проходят финальное охлаждение чтобы шоколад затвердел готовые батончики с ореховой начинкой подаются на конверную линию которая складывает их для дальнейшей упаковки по мере приближения к упаковочной машине батончики размещаются на ленте строго по одному рулоны печатной пленки поступают формовочную камеру машины которая быстро их сворачивает и нагреванием герметизирует пленку вокруг каждого батончика вращающийся нож разрезают упаковку между батончиками после этого они направляются в упаковочный цех где ложатся по 24 штуки в коробку теперь они выглядят аппетитно их так и хочется съесть однако вопрос почему в коробке их всего 24 ах да можно же взять еще одну коробку и вы 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 Продолжение следует...